В Рубцовске разработали гусеничный транспортер. Патент на его создание получила команда разработчиков Индустриального института, сообщает Рубцовск.Инфо. Транспортер разрабатывает в качестве бюджетного универсального средства, способного заменить квадроцикл, снегоход и самоходное плавсредство. Разработка имеет высокую проходимость, в том числе по мягкому грунту и в преодолении водных препятствий. Транспортер можно использовать во время поисково-спасательных операций, а также для активного отдыха и туризма. Собственная масса транспортера 450 килограммов, максимальная скорость не менее 40 километров в час. В настоящее время ведется сборка прототипа. Более 500 новых мест в барнаульских детсадах появится для детей ясельного возраста, пишет полиции БРО. Ряд площадей дошкольных учреждений удалось высвободить для создания 14 групп в 13 детсадах. Сейчас идут ремонтные работы, которые должны закончить в ноябре. В 2019 году будет введено в эксплуатацию еще больше 200 мест. Команда КВН из Бийска покорила представителей Лиги Алтай, информирует комсомольская правда Барнаул. Команда засветилась на фестивале Лиги КВН Бия, где принимали участие 16 коллективов. Однако один из них особенно понравился жюри. Это бийская команда с названием «какая-то сборная». По мнению жюри, ребята показали высокий уровень юмора, за что заслуженно победили. И теперь бичане получили право стать пятой командой на втором полуфинале КВН Алтай. Отважная рубцовчанка помогла поймать преступников. Смелость и находчивость стали главными помощниками горожанки, когда она в одиночку решила задержать людей, которые крали аккумуляторы из автомобилей. Как следует из материалов дела, двое жителей Рубцовска в ночное время похищали из автомобиля аккумуляторы и другие ценные вещи. Когда преступники решили угнать «Жигули», на них обратила внимание хозяйка автомобиля. Она сообразила, что первым делом нужно вытащить ключи из автомобиля неизвестных мужчин. Что случилось дальше, читайте в «Московском комсомольце». Бийчанин завоевал бронзу студенческих соревнований по самбо. В Москве во время Международного конгресса «История самбо. История России» наградили участников всероссийских студенческих соревнований «Энергетика движения», формирует бийский рабочий. В них участвовали 13 студенческих команд из России и Белоруссии. В команде из Алтая выступил бийчанин, выпускник спортивной школы номер 3 Артем Щербинин. Сам бист завоевал бронзу весовой категории до 90 килограммов.